Несколько дней тому назад сразу пять человек мне написали о том, что я должен обратить внимание на ролик Алексея Романова, на один из последних его роликов. Вот так он называется «Закошмарить президента Анатолий Шарий открыл новый метод протеста». Я сначала не хотел этого делать, потому что, в общем-то, Алексей Романов вызывает мои симпатии. Я считаю, что это один из интересных журналистов, ну и я практически во всем всегда был согласен с тем, что он говорит. Правда, признаюсь, давно уже не смотрел его ролики и подумал, что ребята просто преувеличивают. На самом деле нет ничего криминального, человек наверняка высказывает, как всегда он это делает, свою независимую точку зрения, и все-таки пришел, посмотрел этот ролик. Через 12 минут я пребывал в таком состоянии некоторого шока или, скажем так, непонимания, что я сейчас услышал и что мне всем этим Алексей Романов хочет сказать. Сначала вообще не хотел никак это комментировать, но потом я сделал ролик, я выложу его в ближайшее время, который назову, скорее всего, «Так мы воюем или нет?», «Определись на какой ты стороне». И после этого своего ролика я вернулся все-таки к этому зашкваренному, в конец зашкваренному ролику Алексея Романова и хочу его прокомментировать. Итак, в нескольких словах. Алексей Романов считает, что Анатолий Шарий в одиночку, вот здесь в одиночку очень интересно, создал некий новый метод борьбы. Этот метод борьбы, если вы посмотрите этот ролик, а обязательно, конечно же, его посмотрите, видимо, цель у Алексея Романова была хайпануть как можно больше на этой теме, потому что я сомневаюсь, что умный, интеллигентный человек, ну, как бы не разобрался в вопросе. Ведь мы уже не первый год находимся на YouTube. Алексей Романов как бы оппозиционный блогер, он 100% знает, ну, кто такие, сотник, камикадзе. И он не мог, конечно же, пройти мимо имени Шария, но вот не вчера он его открыл, это 100%. Известно, какая репутация Шария. Множество раз его ловили на лжи, множество людей пытаются его в конечном счете привлечь к суду хоть какими-нибудь способами, пока не получается. Я скажу попозже, почему. Не потому, что он такой чистый в белых перчатках, нет. Потому что за ним очень серьезные силы, которые его берегут. И вот они-то не дают законной машине наконец-то привлечь этого преступника по закону к ответственности. В чем я, кстати, не сомневаюсь, рано или поздно это все-таки произойдет. Итак, Алексей Романов считает, что Анатолий Шарий изобрел новый метод борьбы с президентом. В данном случае это жесткий троллинг. И Алексей Романов в течение 12 минут восхищается, как можно эффективно троллить президента. И он говорит буквально, что вот даже расследование, например, коррупционных связей Порошенко, буквально недавно все пережили, это менее эффективный способ. А вот троллинг, жесткий троллинг, это то, к чему мы должны присмотреться. Канал Алексей Романова в сегодняшнем ролике о новой тактике протестного движения. Настолько эффективной, что власть оказалась не в силах что-либо этой тактике противопоставить. Однако для того, чтобы рассказать эту историю, мне придется произнести одно имя, которое у российской оппозиционной общественности, как правило, вызывает гнев и негодование. Негодование и гнев. Анатолий Шарий. Привет, дорогие друзья, я знаю, вы заждались. Журналист Анатолий Шарий в одиночку и всего за несколько недель организовал настоящее народное протестное движение. Первый вопрос к Алексею Романову, который у меня возник. В течение всего ролика он минимум раз пять назвал Анатолия Шария журналистом. Журналист Анатолий Шарий президент назвал украинского журналиста неукраинским. Журналист подал на президента в суд. Анатолий Шарий украинский журналист, который еще в 2012 году из-за своей журналистской деятельности... Итак, журналист Ли Анатолий Шарий. Вот лично я даже не буду искать информацию по этому поводу. Почему? Потому что сейчас, видите ли, вот эти все ярлыки и названия, как и в том числе образование, никакого значения не имеет. Если, например, мы будем действовать такими методами, ну тогда и Владимир Соловьев, журналист, ведь правда же по факту. Или, например, Дмитрий Киселев. Разве он не журналист, выступает на телевидении, но... Господа, мы прекрасно понимаем, что их деятельность, ничего общего с журналистикой давным-давно не имеет. Это чистой воды пропаганда. Пропагандисты, хорошо оплачиваемые преступным режимом. Приведу еще один пример. Человек выучился на врача, а затем так увлекся, что стал Джеком-потрошителем. Ну вот, знаете, есть версия, что знаменитый английский Джек-потрошитель на самом деле был патологоанатомом. Так мы как его будем называть все-таки врачом? Или потрошителем и преступником, который применяет свои знания для того, чтобы уничтожать людей? Так вот, я предлагаю называть вещи своими именами. Анатолий Шарий работает с информацией. Анатолий Шарий ведет, как я, как Алексей Романов и остальные, блог. Но он ни в какой мере не журналист. Потому что он работает на заказ, и его в лучшем случае можно назвать журнашлюхой. Да, я не оговорился. Анатолий Шарий – это типичная журнашлюха. Теперь конкретно об этой акции Шария. Шарий якобы призвал людей для того, чтобы они постоянно спрашивали Петра Порошенко, почему вы преследуете журналиста Шария. Анатолий Шарий и его сторонники смогли за эти несколько недель довести президента Украины до такого состояния, что тот начал собственными руками разрушать собственную репутацию и собственные шансы на переизбрание. Вот в Украине предвыборная кампания. Порошенко проводит бесконечные встречи с избирателями, и на каждой встрече ему по многу раз задают и задают один и тот же вопрос. А вы уверены, что это на самом деле абсолютно независимые, неангажированные люди? Так вот, я в этом не уверен. Более того, я уверен в обратном. Эти люди проплачены в том числе и Шарием, и он этого не скрывает. То есть он за деньги предлагает жестко троллить Порошенко, потому что вот Порошенко Шарию не нравится. И дальше вы не знаете, только ли Шарий финансирует этих людей. Ну как может настоящий журналист Алексей Романов восхищаться троллингом? Господа, ну давайте тогда начнем восхищаться кремлевскими ботами и скажем, это эффективное оружие. Они приходят на наши каналы, они нас нагло троллят. Значит, они изобрели замечательный метод борьбы с нами. Давайте мы, может быть, тоже организуемся и создадим свою антипригожинскую фабрику троллей и будем троллить ту сторону. Мы можем вообще пользоваться их оружием? Троллинг в данном случае, можно ли троллинг вообще называть эффективным методом? Я вот этого понять не могу. Значит, если мегатролль, просто космического уровня Анатолий Шарий, все, что он делает, это пытается разрушить власть. Он этого, кстати, не скрывает. Это сделали мы, не вкладывая в это миллионы, да, не пиарясь на всех телеканалах и все. Мы просто ломаем и раскачиваем этот, я считаю, преступный режим. Значит, его методы борьбы, в кавычках, и есть то, чему мы должны учиться. А то, что его финансируют из Кремля, а то, что он 100% ангажирован путинским режимом, как нам на это смотреть? Ну вот как к этому относиться? Теперь конкретно об этих людях, которые троллят Порошенко. Вот, например, одна из помощниц, конкретная официальная помощница Шария, Антонина Белоглазова. Вот один из ее последних постов на Фейсбук. Сообщите, пожалуйста, о грядущих передвижениях Порошенко по городам Украины хотя бы за день. Очень надо. Я думаю, не стоит объяснять, для чего ей это надо. Для того, чтобы она могла организовать этих самых троллей, которые за деньги будут троллить или выводить из себя Порошенко. И Алексей Романов считает, что это правильно. Так и нужно поступать. Антонина Белоглазова, если кто-то не знает, кто это такая? Это ярая активистка движения Новороссия. Для нее вообще все бандиты, воюющие там, это герои национально-освободительного движения. Вот, например, конечно же, один из главных пропагандистов Николай Стариков. Для нее это очень весомая фигура. Она перепощивает его обращение к Новороссии, к юго-востоку Украины и просит максимальное распространение. Дальше один из ее постов относительно Алексея Мозгового. Это один из бандитов-головорезов, действующий на юго-востоке Украины. Как она его характеризует, герой Новороссии Алексей Мозговой. Нужны еще комментарии? Нет? В 2015 году она в прямом смысле занимается распространением фейковых новостей. Киевская хунта торгует солдатскими органами. Ну и так далее. Антонина Белоглазова находится в базе миротворец. То есть ей, по сути, запрещен въезд в Украину. Итак, непосредственная помощница Анатолия Ширия, которую в центре Киева люди обливают мочой за ее деятельность, за то, что она распространяет фейковые новости. Антонина Белоглазова, правая рука Анатолия Ширия, просит сообщить, где в каких местах будет выступать Порошенко в ходе предвыборной кампании, для того, чтобы они могли организовать своих троллей. И это все Алексей Романов считает эффективным оружием воздействия на власть? Вы серьезно? Мы что теперь, восхищаемся всеми этими кремлевскими ботами? Всеми этими героями Новороссии? Мы восхищаемся Ширием, который поставил себе целью жизни, как он говорит, смещением преступного режима. Для тех, кто еще сомневается. Для Анатолия Ширия и Петр Порошенко и вся украинская власть – это самая настоящая киевская хунта. Для Анатолия Ширия все то, что произошло на Майдане и после – все это преступный режим. Да, можно было бы сказать, это частное мнение Анатолия Ширия. Но это не так. И весь его канал продвинут, и канал его жены продвинут, и все его помощники финансируются непосредственно из Москвы. Именно это хочет сказать Порошенко, когда пытается ответить на наглый троллинг. Вот, собственно, с этого и началась нынешняя история жесткого троллинга президента. Я хотел бы задать вопрос, почему в Украине переследуются украинские журналисты, в том числе видеоблогера Анатолий Ширий? Аж никак, потому что Анатолий Ширий не украинский журналист. Чему ж? Потому что он работает на Россию, и вам не радует это вопрос. В конце я хочу сказать, я абсолютно не за Петра Порошенко. Если бы я был украинцем, то на предстоящих выборах я бы голосовал за другого человека. Просто потому, что я считаю, что должна быть сменяемость власти. Я сделал ролик о том, что Зеленский, например, в моих собственных глазах, человек-клоун, глупый, и его место на телеэкране и где-нибудь на сцене. Ну уж точно не в роли президента. Я видел, как действовал Петр Порошенко. Он много чего добился. Но в результате всех этих расследований, они, конечно же, гораздо серьезнее, чем тупой троллинг Ширия. И по результатам забуксованных реформ в Украине, а также по факту того, что бизнес его непонятно функционирует, своющий Россию или нет, по всему этому я прихожу к выводу, что Порошенко нужно менять. Это для тех, кто сейчас подумает, что я тут пытаюсь этим роликом его каким-то образом защитить. Нет, мое мнение Порошенко нужно менять на другого человека, и я надеюсь, что украинцы этот выбор сделают. А что касается Алексея Романова, вот здесь я остался в недоумении. Я по-прежнему подписан на его канал, и я надеюсь, что это была лишь попытка хайпа. Но мне трудно поверить в то, что умный, немолодой человек не разобрался в вопросе, прежде чем сделал этот ролик. Посмотрим, что будет дальше, конечно же, каждый имеет право на свое мнение, но мы, господа, здесь на войне, об этом будет мой следующий ролик, сейчас не просто болтовня, сейчас информационная война. И нужно определяться, на чьей ты стороне. Если в один прекрасный момент ты начинаешь пропагандистов называть журналистами, ты как бы путаешь сторону добра и зла, как бы вдруг белое начинаешь называть то, чтобы черным, ну таким сереньким, то, понимаете, в условиях войны это может быть трактовано по-разному. И я надеюсь, что все-таки это была попытка хайпануть. Поживем, увидим. Субтитры создавал DimaTorzok